Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Сегодня у меня такое вот видео. Как говорится, я за кадром, ручки в кадре. Буду показывать свои флакончики. Знаю, что многие любят такой формат, порассматривать флакошики. Вот я для вас-то подготовила такой ролик. А я буду рассказывать сегодня и показывать ароматы, которые я ношу сейчас. Летом у нас опять установилась просто безобразная жара. Опять под 38. Это какой-то капец. То с ливнями, грозами. Опять какие-то бураны. Опять у нас был град. Ну, в общем, что-то с чем-то, что-то как-то. Ну, давайте не будем затягивать. Я вам буду показывать, что я ношу, продолжаю носить. Что еще буду носить, как говорится. Что у меня этим летом в фаворитах. Первым таким флакончиком будет, естественно, моя недавняя. Ну, новиночка-то давняя. Показывала я вам ее недавно. Это Нарцисса Родригес. Флёр маск. Флораль. Туалетная вода. Ну, что могу сказать. Розовая, нежная, пудровая розочка. Это супер женственно. Это супер красиво. Очень такой ненапряжный, обалденный, громкий, стойкий, шлейфовый, комплиментарный аромат. Ловлю каждый раз комплименты на него. Постоянно спрашивают у меня, что на мне, если я в нем. Обалденная, обалденная. Туалетная водичка от Нарцисса Родригес. Сейчас в запое с ним. Красота красотой. Советую на лето. Следующий мой такой парфюмчик. Это у меня Лолик Аметист. Именно версия Аметист. Есть версия Экскюзе. Но Аметист классический мне нравится больше. Версия Экскюзе, мне кажется, более такой уже аромат мускусный и на прохладу. Это не сладкая, терпкая смородинка. Даже с листьями смородины растертой. Такой в пальцах. Обалденный тоже аромат. Чуть-чуть мускуса. Чуть-чуть пудры. Тоже супер шлейфовый, стойкий, ненапрягающий. Красота красотой. Летом с удовольствием его надеваю и кайфую с этим ароматом. Следующий аромат, как ни странно, дорогие мои, это у меня Лепетироп Нуар. А версии именно Интенс. Я так и не могу понять. То ли сняли его с производства, то ли переодели в другой флакон эту версию. Но, во всяком случае, в этом флаконе, в этой версии цена на него сейчас, конечно, какая-то совершенно не демократичная. Что вам могу сказать? Летом для меня это платьишко раскрывается просто красивущей черникой. Можно сказать, черничным вареньем. Но варенье это не переслащено. Вот именно в тепло очень красиво играет эта черничка. Я пищу верещу от этого аромата, но 20 тысяч за флакон сейчас это просто какие-то космические денежки. Но, если нам хочется, очень хочется. Я знаю, что есть люди, кому если хочется, то обязательно возьмем. Но, естественно, используем мой промокодик на рандеву 10% скидочкой. Мелочь, но приятно. Ну, а если денежек нам не хватает, всегда можно воспользоваться опцией «Рассрочкой» и рассчитаться за аромат за несколько частей. Вот такая вот классная, сладкая, но не приторная черника. Ягодный, в то же время свежий, в то же время сладковатый. И немножко замши, и немножко пудры. Прелестная красота, красота во флаконе. «Ля Петироп Нуар» версии «Интенс». Следующий парфюмчик, который носила сейчас тепло, это «Труссарди Деликатрус». О, господи, как все флаконы налапываются. Это «Пудровая роза». «Пудровая роза». У меня, кстати, крышечка от другого аромата «Саунд оф Донна». У меня был, как говорится, тестер без крышки, но я ему приспособила крышечку от другого флакончика. Это действительно мускусная розочка, розочка пудровая, действительно нежная, действительно деликатная. В сильную жару может и подушить немножко, аромат громкий, аромат шлейфовый. Но до 20-25 градусов прекрасная, прекрасная розочка. Ой, как я все-таки люблю розу в парфюмерии. Сразу не думала, что я буду такой любитель роз. Вот еще одна розочка, как говорится, в моей подборочке. Я уже так сейчас окидываю свою коллекцию, которую сегодня собрала. У меня здесь розочек-то очень даже предостаточно. Следующая у меня композиция – это «Дольче Габбана Дольче Шайн». Солнечный, яркий, позитивный, поднимающий настроение. То есть аромат с экзотическими фруктами, сладковатый. И в то же время с какими-то свежими, по-моему, там заявлены ноточки озона. Да, есть такая небольшая свежесть в парфюме. Если экзотика может показаться сначала слишком сладкой, то нет. Аромат деликатный, аромат негромкий. Такой шлейф на вытянутую руку. В общем, здесь, мне кажется, даже есть франжипани. Но меня они не отталкивают. Хотя эта нотка в парфюмерии не особо мною любима. Но вот «Дольче Шайн», по-моему, даже в «Пирамиде» не заявлено, но мне такое ощущение, кажется, как будто она здесь есть. Прекрасный летний аромат и свежесть, и сладость. Все в одном флакончике. Прекрасно покупала остаточек во флаконе, без крышки. Ну, побаловаться самое то. Следующий парфюм, который носила, который достала, который мне очень нравится. Я его обожаю. И этим летом прикладываюсь к нему. Это груша. Груша, такое ощущение, как будто бы с медом, с белыми цветами. Аромат пудровый. Аромат дорого звучит. Очень женственный, очень красивый. На лето, на весну, да, на любое время года. И сейчас вот летом в нем была красота. Чем-то залапала флакончиками. Так что вот такая вот тридцаточка, конечно. И жалко вроде как бы ее использовать. Такие дорогие сейчас духи. Но надо пользоваться. Что мы будем беречь? Надо себя любимых баловать. Следующий парфюм. Это тоже лето во флаконе. Это солнышко во флаконе. Это девочка на капре от Lanvin. Один из моих любимейших брендов. Я так уже, тут у меня практически все любимые мои бренды. Ой, обожаю, обожаю эту девочку на капре. Это корзина цитрусов. Это цитрусовый взрыв. Это просто прелесть во флаконе. С какими-то тоже морскими ноточками. С легкой свежестью. Сочно, ярко, по летнему. В общем, круто-круто. Прелесть. Недорогой совершенно аромат. Во всяком случае, сотку, мне кажется, я вот брала там что-то даже 2000 не стоит. С промокодиком. Сейчас, если честно, не заглядывала в цены. Если что, ссылочки оставлю. Пройдите, посмотрите. Но мне кажется, Lanvin это бюджетнейший бренд. Но очень достойные, очень достойные ароматы на лето. Девочка на капре с удовольствием ношу. Следующий парфюм. Это у меня Toy Boy Bubble Gum от Moschino. Тоже брала тестер я без крышечки. Остаток во флаконе. Это единственный мишка, я вам скажу, от Moschino, который у меня остался. С белым мишкой попрощалась. Порошковые слишком нотки меня, как говорится, напрягали. Черный мишка тоже мне после известной болячки не особо-то стал заходить. И муж тоже его не любил носить. Поэтому остался вот у меня этот розовый мишка. Ой, ну это прелесть. Это такая сладенькая нежнятинка. Такая конфетная нежнятинка. Все так легко, все так прелестно. Стойкость, конечно, невеликая. Но, вы знаете, побаловаться можно в течение дня его и обновить. Такая прелестюшка. Вот просто поиграться. Ну просто для девочки конфетки. Вот в самый раз. Moschino Toy Boy Bubble Gum. Красота красотой. Естественно, баловалась я и разнашиваю, продолжаю носить. Тоже недавний свой новичок. Маск Кашмира Татар Коллекшн. И вы знаете, в теплую, притеплую, прям жаркую погоду он мне вообще стал слышаться кремовым. То есть, да, здесь вот это минеральность, здесь это свежесть, вот этот вот мягкий пушистый мускус. И добавляются кремовые ноточки. То есть, вот в самую жару он просто кремовым облачком вокруг вас. Сейчас нежность, женственность, красота, кайфую. Летом, сейчас в жару просто, просто прелесть прелестная. Следующий мой аромат. Это у меня Givenchy Irresistible в туалетной воде. Версия 20-го года. По-моему, вышла там версия какая-то. То ли фреш, то ли что. Но вот эта версия, я вам скажу, это пудровая груша. Это пудровая груша в розно-ирисовой такой пудре. Чуть-чуть с мускусом. Тоже в сильную жару может поддушить, потому что пудры здесь очень много, очень много мускуса. И в то же время здесь свежесть груши и такая нежность и сладость розочки. Тоже на лето, нет-нет, можно приложиться. А то же на барахолочке, остаточек во флакончике себе взяла вот такой вот побаловаться небольшое количество. Еще один аромат, еще одна моя любимая розочка. Это у меня Клоэ. Клоэ, по-моему, это у меня туалет, туалетная версия Эду Туалет. Я, если честно, что-то даже и... Да, это у меня версия туалетная, что-то у меня тут запачкался. У меня бантичек немножко. Ой, ну это такая нежность. Это вот просто девичий аромат. Такая нежная розочка. Вот просто для таких вот воздушных платьишек, для шелковых каких-то одежд. Это просто летящая воздушная композиция. Прелесть, прелестная. У меня, смотрите, как флакончик окисляется. Да, ну многие, кстати, говорят, вот когда показывают, что у них вот так окисливается вот эта вот штучка. Не знаю, и многие, кстати, говорят, что аромат-то быстро пропадает, что его надо снашивать. Не знаю, у меня этому парфюму, по-моему, года три ношу. Ничего с ним не произошло. Прелесть, прелестная. Просто лето. Это обалдятина, обалдятина. Ну и совсем недавняя новиночка у меня. Это у меня новинка от Булгари. Это сплендида розыс розыс. Или роза-роза. Росрус. Ой. Это, дорогие мои, тоже роза. Это розовая розочка. Это пудровая роза. Это легкая композиция, композиция прозрачная, композиция нежная, композиция летящая. В ней очень много воздуха. Это действительно нежность во флаконе. Я вам скажу, да, они чем-то, может быть, перекликаются с деликат роз от Труссарди. Но деликат роз от Труссарди очень большое количество мускуса. По сравнению вот с розочкой от Булгари, они, конечно, разные. То есть это нежность, это прелесть, это совершенно розовая, пудровая композиция. Просто я не знаю даже, как ее описать. Как я люблю все-таки розу в парфюмерии. Я действительно раньше не думала, не гадала, что у меня столько будет розы в моем парфюмерном гардеробе. И вот совсем недавно вот этот аромат от Булгари у меня приехала. Я уже с ним пожила, побыла. Красивая, красивая, нежная, просто женственная. Тоже для девочек, девочек розочка. Ну, естественно, и для женщины, и для, да, для кого угодно. Для любых возрастов прекрасная, прекрасная композиция. Очень демократичная цена по сравнению с другими ароматами от Булгари. Вот именно на эту розочку. По крайней мере, когда я брала, было так. Присмотритесь к этому аромату. Кто любит розу Клоэ, кто любит Деликат Роуз. Кто любит розный аромат, присмотритесь к Булгари Сплендида Роуз Роуз. Я еще хочу себе от Булгари, по-моему, Галдия, что ли, аромат обозревала Виточка. У нее свой канал Витакан Флай. У нее, по-моему, была просто версия Галдия. Но я вставлю картинку. Мне хочется версию Абсолют. И я все-таки ее себе, скорее всего, закажу. Потому что тоже цена на рандеву очень даже приятная. Так что вот такая у меня парфюмерная коллекция на лето. Собралась пока что вот сейчас с ними жила. С этими ароматиками дружила. Буду еще, конечно, подборочки снимать своих парфюмов, с которыми, как говорится, это лето провожу. Ну, а вам я, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вам парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся скоро. До новых встреч. Пока-пока.